В Иванове успешно работает программа безопасного летнего отдыха. На самом деле нет. Посмотрите, этот двор на проспекте текстильщиков завален битым шифером и досками, утканными гвоздями. Из этих подручных материалов местная детвора решила построить настоящий двухэтажный шалаш. От этой конструкции можно не только пораниться, но и лишиться зрения. В этом доме на проспекте текстильщиков ведется капитальный ремонт крыши. Весь строительный мусор сбросили на землю. Выглядит это все довольно опасно. Доски с торчащими гвоздями, осколки шифера – все это явно небезопасно. Народный умелец из частного сектора решил, что такие материалы не должны пропадать зря, и построил детям двухэтажный дом мечты – шалаш. Какой он имел право здесь вообще сунуться-то? Ну, я вот не могу даже, не знаю. Я просто… Или он сумасшедший? Ну, он точно сумасшедший. Если он… Я стояла на балконе, я же видела все, когда он это все делал. Он кричал, говорит, что ты делаешь? Я говорю, прекрати здесь все, что-то нам тут колотить. А он мне сказал, пошла ты, и все. И продолжал свое дело делать. Несколько дней доски с торчащими гвоздями были разбросаны возле дома. Кто-то из местных жителей периодически пытался собрать строительный мусор в одну кучу. Мы решили сходить в управляющую компанию для того, чтобы прояснить ситуацию и узнать, когда строительный мусор вывезут и двор станет безопасным. Работает региональный оператор на 10-42. Ответственное лицо там есть. После нашего вмешательства строительный мусор регоператор пообещали вывезти в течение суток. А вот возле дома на улице Батуриной, 17, дела обстоят иначе. Несколько лет назад во дворе был пожар. Горели сараи. Местные жители решили сами бороться за безопасность возле детской площадки. Ветхие постройки обнесли деревянным забором. Конструкция получилась ненадежная. И у нас еще очень хороший дворник, который вот подставил столбы. Ну вот дождались. Хорошо, что без трагедии. Ну, конечно, надо его убрать, этот забор. Потому что раз он, видите, как он держится на честном слое, конечно, его надо убрать. Или как-то его закрепить, чтобы он не упал. Впрочем, если забор уберут, ситуация сильно не изменится. Потому что от детской площадки здесь одно название. Это место часто служит пристанищем для бомжей. А вот во дворе на Третьей Чайковской выглядит все неплохо. Если бы не одно «но». Крылатые качели здесь выглядят довольно устрашающе. Улететь с них просто. А еще легче – заработать травму. Похоже, что до этой детской площадки никому нет дела. В таком раскуроченном виде эти качели находятся как минимум месяц. Все ждут, когда ребята переломают ноги? Мы направили запрос в администрацию города, чтобы выяснить, кому принадлежит эта детская площадка и ожидается ли здесь модернизация оборудования. Юлия Семина, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова